МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале 1-й Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях. В шести районах Карагандинской области опробовали испанские вакцины против бруцеллеза. Эпизоотическую ситуацию в регионе обсудили на аппаратном совещании в областном Акимате. За прошедшие сутки в Карагандинской области спасено 5 человек. В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям отмечают, что до конца недели будет стоять морозная погода. Мини-лаборатория гидропоники открылась на Карагандинской станции юных натуралистов. В нынешнем году станция отмечает свой 65-летний юбилей. С новыми технологиями ознакомились руководители города. В шести районах Карагандинской области опробовали испанские вакцины против бруцеллеза. Об эпизоотической ситуации в регионе и проблемных вопросах на аппаратном совещании доложил руководитель управления ветеринарии. Эпизоотическая ситуация в Карагандинской области стабильная, заявили на аппаратном совещании. По сравнению с прошлым годом на территории региона не было зафиксировано острых инфекционных заболеваний животных. Однако в Абайском, Бухожраусском, Жанаркинском, Каркаралинском, Шесском и Осакаровском районах наблюдается затяжной бруцеллез. Как доложил руководитель управления ветеринарией Каэрбек Трусенбеков, были приняты соответствующие меры. В пилотном режиме была организована иммунизация сельскохозяйственных животных. В личных подсобных хозяйствах сельских округов Есенгельды и Самарка Абайского района использована испанская вакцина против бруцеллеза крупного рогатого скота на полторы тысячи голов. Позже будет проведен анализ эффективности вакцины. Также Каэрбек Турсенбеков рассказал о нехватке специалистов. Аким области просил заострить внимание на вопросе кадрового обеспечения. Ерлан Кушанов отметил, что для привлечения молодых специалистов в районы необходимо обеспечить их жильем. Остро стоит вопрос дефицита кадров. Потребность в ветеринарах ощущается по всей стране. Акимы районов должны уделить внимание этой проблеме. Что нужно специалистам? В первую очередь жилье. Будет жилье, потянутся и специалисты. Помимо этого глава региона велел заняться выявлением скотомогильников, чтобы предупредить угрозу возникновения эпидемии и эпизоотии. В ходе аппаратного завещания не остался без внимания и вопрос подготовки к паводкам. Был разработан план мероприятий и график объездов по регионам. В связи с тем, что до 10 февраля температура воздуха понизится до 42 Цельсия градусов, Акимами, городов и районов организован график дежурств на объектах жизнеобеспечения. Торжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Проверить все частные дома и котельные поручил премьер-министр Бахатшан Сагентаев. Председатель правительства назвал случившееся в Астане страшной трагедией и потребовал от подчиненных немедленно возобновить рейды. Досконально проверить отопительную систему каждого дома. К возгоранию в Ремянке, где спали дети, привело нарушение норм противопожарной безопасности. Об этом на заседании правительства сообщил министр внутренних дел Калмухамбед Касымов. Бахатшан Сагентаев еще раз напомнил о важности поведения разъяснительных работ с населением. Все должно четко и безаварийно работать. Акиматам необходимо взять на особый контроль. Уважаемые Акимы, Калмухамбед Касымов, когда проверяющий приходит в частные дома посмотреть готовность, первый вопрос, который он задает, я ничего не буду проверять, если вы мне заплатите. С этого и начинается. Обратите на это внимание. Если будем строже, мы не допустим подобной ситуации. За прошедшие сутки в Карагандинской области спасено пять человек. Это люди, которые застряли на загородных дорогах при различных обстоятельствах. В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям отмечают, что до конца недели будет стоять морозная погода. Погодные условия стали причиной отмены рейса пассажирского поезда «Астана-Казаларда». Состав был остановлен и возвращен на станцию Караганды. Уже там пассажирам предоставили возможность возврата стопроцентной стоимости билета. Отмечается, что температура воздуха в регионе опустилась до минус 35 градусов. Всего в поезде находился 271 пассажир. В связи с погодными условиями, суровыми, с понижением резкой температуры и ветром, пути следом не сломался состав. Так, «Астана-Казаларда» и было принято решение, чтобы люди не замерзли, пути следом не вернули состав. На станцию Караганду мы здесь подготовили дополнительно шесть вагонов, купейных, новых, вагон 35, в пользу «Астана-Казаларда» и «Астана-Казаларда» дополнительно, именно для вывоза наших пассажиров. По данным казахстанских синоптиков, сильные морозы сохраняются в Карагандинской области. Силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом заявили спасатели на специальном брифинге. Только за прошедшие сутки спасено пять человек. Провели две поисково-спасательные операции, в результате которых вблизи населенного пункта Актау из неисправной машины был эвакуирован один гражданин, благополучно, и на территории Ултавского района из застрявшей в снежном заносе автомашины легковой было эвакуировано четыре человека. Пострадавшие были эвакуированы на вездеходах, которые имеются на вооружении. Спасатели обращаются к водителям. В условиях низких температур, заснеженности дорог и гололеда по возможности воздерживаться от поездок. Рекомендуется населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния. Самое главное мы бы хотели до населения довести, чтобы в этот период, вот именно в оставшееся зимнее, скажем так, время, потому что, возможно, погодные условия также будут меняться. Не только вот в эти предстоящие дни, 6-7-го, следили, чтобы за нашими штормовыми предупреждениями, следили за социальными сетями, следили за информацией, которую мы передаем через сотовые телефоны. Вместе с тем, карагандинские пассажироперевозчики заявляют, что в морозные дни общественный транспорт в Караганде будет работать в штатном режиме. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Сотрудников Тимиртаусского управления государственных доходов потеснили. Теперь они будут делить рабочую площадь с коллегами из пяти государственных органов. В областном агентстве департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции рассказали об итогах оптимизации. Во время своего последнего визита в Карагандинскую область глава агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алекс Шпикбаев обратил внимание на то, что многие государственные органы занимают непомерно большие помещения. В частности, он был возмущен большим рабочим кабинетом руководителя Тимиртаусского налогового ведомства. Он посетил управление госдоходов города Тимиртау и его шокировала площадь, занимаемая руководителем этого управления. Практически это ипподром с комнаты отдыха, с душевой кабиной, с арабской тахтой и так далее. Вот эти моменты все он зафиксировал и дал ход новому направлению, которое напрямую было связано с тем, чтобы проинспектировать все площади, которые занимают государственные органы нашего области. После этого визита был подписан совместный приказ Агентства по делам госслужбы и Министерства финансов о проведении инспекции во всех государственных органах. Результаты не заставили себя долго ждать. Тимиртаусских налоговиков заставили потесниться. Теперь вместе с ними работают сотрудники пяти государственных органов. В департаменте по делам госслужбы заявляют, что оптимизация позволит сэкономить миллионы. «Ожидаем от этой работы экономия бюджетных средств порядка 29 миллионов тенге. Представляете, какая сумма? А если эту сумму направить на те специфики бюджета, которые требуют дополнительного финансирования, считайте, что социальные вопросы можно будет закрывать». Всего инвентаризация была охвачена 609 государственных учреждений. Выявлено несоблюдение норм в размере более 21 тысячи квадратных метров, из которых оптимизации подлежат 7,5 тысяч. Сегодня рассматривается возможность их передачи в пользование другим госорганам, либо в аренду субъектам бизнеса. Андрей Тенаман, Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. Лучшие идеи лучшему городу. В преддверии дня рождения шахтерской столицы прошел фестиваль ученических проектов. Участниками мероприятия стали учащиеся среднего и старшего звена. Фестиваль является традиционным. В этом году его темой стало 85-летие Караганды. Организаторы в лице отдела образования отмечают, что их главная цель – пробудить в подростках интерес к исследовательской деятельности. Отрадно, что проекты школьников несут в себе не только креативные идеи, но и пути решения проблем родного края. В проектах, которые представлены сегодня на фестиваль, наши учащиеся поднимают проблемы нашего города. Это прежде всего загрязненность атмосферы, они предлагают решение использования вторичного сырья и мусора, а также озеленение и благоустройство улиц и дворов нашего города. И нас очень радует, что наши дети любят свой город, знают его историю и переживают за его будущее. К примеру, Владислава Пантелеева и его одноклассников волнуют облик нашего города. Учащиеся среднеобщеобразовательной школы номер 17 считают, что в Караганде не хватает памятника учителям – представителям одной из самых благородных профессий. Школьники признаются, что эскиз памятника еще не готов, но зато их идею готовы поддержать горожане. Это показал опрос. Теперь юные карагандинцы планируют обратиться к властям. Мы планируем установить в нашем городе скульптуру или памятник, посвященный педагогам, так как в нашем городе нет ни одного памятника, посвященного учителям или педагогам. Мы обращались в союз художников и архитекторов, которые поддержали нашу инициативу и отправили нам ответ в письменном виде. Также мы планируем отправить письмо в канцелярию аппарата Акима города Караганды, в который мы думаем, что он тоже нам ответит и одобрит нашу идею. Фестиваль «Алгарлар» собрал учащихся седьмых и одиннадцатых классов. В этом году было зарегистрировано 54 проекта. Авторов лучших из них наградили дипломами и призами. Организаторы отмечают, что победители городского этапа смогут представить свои проекты и на других площадках, в том числе на республиканских научно-практических конференциях. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Мини-лаборатория гидропоники открылась в Караганде. Мероприятие было организовано в преддверии 85-летия шахтерской столицы. Открытие лаборатории посетило руководство города, а также школьники и преподаватели. Сегодня станция юных натуралистов собрала десятки школьников. Их пригласили, чтобы рассказать о преимуществах гидропоники и увлечь исследовательской работой. Именно в этой теплице реализуется проект, который покажет, какой метод выращивания растений является наиболее эффективным. Сергей Биякин – один из школьников, который трудится над этим проектом. Ученик 10-го класса увлекся гидропоникой не так давно, однако уже уверенно рассказывает о ее особенностях чиновникам, преподавателям и своим сверстникам. Он более эффективнее, потому что на гидропонике идет циркуляция воздуха также и воды. Там установлен насос и компрессор, по которому гоняет воздух. А также в растениях содержится керамзит. Он обладает влагоустойчивостью и водопроницательностью, способностью, что позволяет растениям более приспосабливаться к окружающей среде. Станция юных натуралистов в этом году отпразднует свое 65-летие. Каждый год более 600 школьников приходят сюда, чтобы изучить новое, определиться с будущей профессией и приспособиться к творческому труду. Сотрудники уверены, что открытие данной мини-лаборатории привлечет еще больше юных карагандинцев. В настоящее время у меня над проектом работает 6 учеников из 48-й школы. Но также у нас еще работают над этим проектом дети в 18-й школе, в 23-й школе, так как у нас педагоги работают на базе 15 образовательных школ и одной гимназии. А там эти проекты тоже в этом году запустили. Сегодня эта теплица превратилась в кусочек тропических джунглей. Здесь растут клещевина, герань, суккуленты, хризантемы, хлорофитум, пальмы, агава, каланхоя и многое другое. Пока в гидропонных установках выращивают только комнатные растения. Примечательно, что такие же лаборатории распахнули свои двери в школах номер 23, 57 и 101. Таким образом, можно предположить, что в скором времени карагандинские школьники смогут выращивать не только растения, но и овощи и фрукты, не покидая стены своих школ. Торжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев. В Караганде состоялась онлайн-конференция к 110-летию со дня рождения народного писателя Абдильды Тажибаева. В мероприятии также приняли участие сотрудники научной библиотеки имени Тажибаева в Кызларде. Организаторы отмечают, что конференция направлена на возрождение наследия выдающегося литературоведа. Абдильда Тажибаев оставил неизгодимый след в национальной литературе. Перу писателя принадлежит сборник «Пес смелые», драматические поэмы «Легенда о моем народе», «Поднявшийся купол» и другие произведения. В них отражены трагические судьбы людей, борьба нового со старым. Абдильда Тажибаев широко осветил актуальные проблемы казахской поэзии и драматургии в своих монографиях. В ходе встречи участники онлайн-конференции на обратной стороне экрана поделились ценными сведениями о жизнедеятельности писателя. Основной целью данного мероприятия является сохранение и пропаганда литературного наследия народа через произведения Абдильды Тажибаева. Во всех его трудах мы можем увидеть бережное отношение к истории родной земли. Это поможет воспитать молодое поколение в духе патриотизма. Абдильда Тажибаев внес огромный вклад в развитие литературы во второй половине 20 века. Известный драматург Кенес Жумабеков рассказывает, что многому научился на примере Абдильды Тажибаева. Это потому, что героями спектакля первого его творческого пути были из произведения известного писателя. Ветеран театра с большим энтузиазмом вспоминает, как данные пьесы были благосклонно приняты зрителями и критиками. Кенес Жумабеков отметил, что пьеса Майра Абдильды Тажибаева – это уникальное произведение своего времени, которое не утратило своей ценности и сегодня. «Конечно, я как актер театра не могу не отметить прекрасные пьесы Абдильды Тажибаева. Особенно Майра стала настоящей классикой, поскольку смысл данного произведения актуален во все времена. На сцене Карагандинского казахского драматического театра в разные годы были постановки этой пьесы». Также вниманию участников была представлена книжная выставка. Мероприятия, организованные в связи со 110-летием Абдильды Тажибаева, не ограничатся этим. В ближайшее время Карагандинский государственный университет планирует провести культурные мероприятия в нескольких школах города. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова